Чье имя все же дать сургутскому аэропорту Фармана Салманова, а может Ермака? Вам, пожалуй, как и мне, стоит над этим задуматься и проголосовать. Совсем скоро начнутся большие выборы и мед для югорских аэропортов в Сургуте и Нижневартовске. Воздушные гавани не только Югры, но и всей России будут носить имена выдающихся соотечественников, прославлять тем самым великие моменты истории и подстегивать интерес к изучению родного края. Милана Поварницына расскажет про некоторых великих земляков. Первая скважина была пробурена на Самотлоре в центре залежи по данным Леонида Капаева. А имя того, кто стал первооткрывателем самотлорского месторождения нефти, известно сегодня всем вартовчанам от мала до велика. Это Григорий Норкин и не исключено, что воздушная гавань Нижневартовска в будущем будет носить его имя. Голосовали за это сами жители округа. Бурил безаварийно. Он был очень ответственный человек. И месяц пока бурили скважину, он не уходил со скважины, чтобы скважина была пробурена без аварий, без осложнений и так далее. Что и произошло, что он их сделал. Открыл самотлорское месторождение. Впрочем, имя бурового мастера Григория Норкина только один из вариантов. Напомню, название для воздушных ворот Сургута и Нижневартовска выбирают в рамках федерального проекта «Великие имена России». Какие имена присвоить, обсуждал весь округ. Чаще всего югорчане предлагали имена первопроходцев, которые стояли у истоков освоения Западной Сибири. Так, в прошлом золотые кадры геологии, а ныне ветераны Сургутского района поддержали кандидатуру Фармана Салманова. Во главе с ним 60 лет назад на югорскую землю высадился первый десант геологов. Более того, его имя связано и с покорением воздушного пространства. Все-таки редко до какой скважины была дорога. В конце 50-х годов Салманов уже знал, что без вертолетной техники, без аэропорта нам, в общем-то, здесь будет невозможно работать. Поэтому и приняли участие в создании первого аэропорта. Это в районе 23-25 микрорайонов. В этом районе был порт. Но голосовали в округе и за кандидатуру земляков далеких от геологии и нефти. К примеру, легенды югорского спорта Виктора Башмакова или известного космонавта Сергея Рыжикова. Он вырос в Нижневартовске. Здесь начинал первые шаги к небу в авиаклубе «Крылья Самотлора». Воспоминания разного плана. Мы что-то не только такие положительные, мы что-то хулиганили тоже, и нашим учителям дедам доставалось с нами. Но это все равно детские впечатления. Самые яркие, самые добрые, самые такие настоящие. Поэтому сюда и тянет, с учителями встретиться. Это же истоки наши. Кстати, Югра – единственный регион Уральского федерального округа, где в конкурсе участвуют сразу два аэропорта. Сегодня в списке предложений для Сургута 10 имен. Столько же для Нижневартовска. Сейчас в ходе социологических исследований выбирают тройки лидеров для каждого аэропорта. А 12 ноября начнется большое голосование на сайте проекта. Итоги подведут 5 декабря на форуме «Добровольцы России». Это, будем говорить, начало проекта. Ведь самое главное, будем это потом, когда будут подведены итоги. Когда каждый аэропорт должен будет с нашей помощью сделать своеобразный уголок имени этого человека. Этот проект пойдет в школы, в детские сады, в трудовые коллективы. В планах общественной палаты Югры запустить региональные проекты, присвоить имена великих земляков всем аэропортам округа. А они есть в самых разных уголках Югры. Ханты-Мансийский, Нягани, Советском, Урае, Коголыми, Белоярском и Березово. Свою инициативу общественники обсудят с муниципалитетами уже в ноябре.